Впервые за долгие годы на улице Алматы в рамках транспортной реформы выехали сразу 19 автобусов-гармошек. Еще одна единица находится в резерве. Экологически чистые и с большей вместимостью. Длинномеры позволят с комфортом перевозить горожан. Длина одного такого низкопольного автобуса 18 метров. Удобный и комфортабельный автотранспорт позволяет перевозить до 190 человек. Один такой, длинномер, напичкан всевозможными камерами и датчиками. С сегодняшнего дня эти машины будут курсировать по новому 201 маршруту. Ездить новый общественный транспорт будет исключительно по улице Тулеби от Ясови до Восточной Объездной с интервалом в 6 минут с раннего утра до 11 часов вечера. Для удобства пассажиров в автобусах есть кондиционеры, пандусы и терминалы ОНАЙ. Качество новых машин сегодня оценил Бауржан Байбек. Аким отметил, что в городе продолжат обновлять автопарк и переводить общественный транспорт на газ. Перевод на газ требует соответствующей инфраструктуры. Без инфраструктуры невозможно. Первый основной вопрос – где он будет заправляться, где он будет в севере скапываться, локация. То есть у нас в городе таких автопарков новых не было. Мы сейчас создаем и должны к концу года завершить на газе. В скором времени на автобусы-гармошки, возможно, установят новейшую систему видеофиксации. Камеры будут снимать автомашины, которые не по правилам заезжают на специальную полосу. Новый проект презентовали Бауржану Байбек. Аким считает, что система городу нужна, в том числе, чтобы фиксировать культуру вождения самих водителей автобусов. Получается, он же тоже фиксирует, насколько он сам правильно едет? Конечно. Система абсолютно... То есть это будет дисциплинированность. Мы говорим, исключить человеческий фактор, внедрить современные технологии. Это будет разгрузка полиции, да? Да, 20 экипажей ездит. Но надо посмотреть, во-первых, гарантия интеграции шоу-общей системы. А в целом мы одно из приоритетных направлений, смарт Алматы, это как раз транспортная реформа. Если всё нормально, с сервисной базы надо сесть, сейчас интегрировать, нести тогда соответствующие документы и уже с учётом следующего года бюджетного корректировки, да? Да. Разработчики заверили, что система позволит в автоматическом режиме вычислять нарушителей и передавать информацию в процессинговый центр. К примеру, за три тестовых дня в городе зафиксировали 104 нарушения, а это штрафы почти на миллион тенге. Стоимость одного бортового оборудования около 250 тысяч тенге. Срок эксплуатации – до пяти лет. Помимо экономического эффекта, система преследует и главную цель – обеспечить порядок на дорогах и создать условия 100% фиксации нарушений выезда на полосы, которые предназначены только для общественного транспорта. С начала года в Алматы на бюджетные деньги купили 388 автобусов. Из них 185 курсируют по городу, еще 203 выйдут на линию в новом году. Частные перевозчики тоже последовали примеру властей, обновили парки, приобрели 254 единицы автотранспорта, из которых 183 выйдут на улицы в январе. Показатель этого года мы завершаем тем, что выпустили на линию 500 новых автобусов. В следующем году частные перевозчики будут закупать дополнительные новые автобусы. Они уже нам предоставили все документы. Около 250 многотонных машин они обязуются приобрести. Всего в этом году новые автобусы начали обслуживать 9 маршрутов. Ильза Токчурин, Влад Шишко, телеканал Алматы.